имеются джерджавели детальки шарик подшипник с пружина и вот шлементы посмотрел в одного буржуйского детских как он это дело шлифует подготовил такое хитрое устройство баночка из-под войны залезть под чего-то так шарик упал высыпаем сюда эти детальки высыпаем шарик подшипник закрывается крышку плотно получается вот такой агрегат ну вот что получилось со всего этого шарик более-менее заблестел здесь тоже немножко почистились все сейчас буду это дело устанавливать сюда на место собирать вот тут шарик вот это устройство это у нас переключение скоростей высшивания но сейчас я его аккуратно так попытаюсь сюда установить тоже вот я зашколил немножко в легкую и промазал маслом чтобы у нас это дело не ржавело больше сейчас я вставлю с руки одной рукой все таки попробую на все ось я нанес немножко смазки вроде нормально сейчас я вложу все и много все установил на место переключивание скоростей сейчас вы видно что очень мягко и непрежденно переключивается везде все смазал прочистил дядябелли была какая-то рыготина здесь было все и вымыл вычистил сейчас вот менее более также здесь вот нанес смазку и можно считать что эта часть у нас уже готовы к эксплуатации здесь надо будет нанести клей моментуальный и вот эта штука выгрузить на место хорошо и радует то что у нас все на месте все комплектно ну и главное чтобы нас мансур работал потому что что-то подозрение есть с него какие-то запахи подал отдельно ток все вращивается скорости переключаются 45 скорость и 78 скорость то есть все ровно работает также обратно 33 сейчас проверим заодно автостоп все автостоп с работы все полноценно работает все успешно пришлось разобрать полностью немножко освежил лак лак и покрытие лакокрасочный материал но так как маленький опыт поэтому получилось как есть все таки свежесть придал корпусу сейчас буду наносить все ингредиенты которые снял с данного проигрывателя вот они здесь вот аккуратно жду своего времени упор чтобы эта штука у нас не падала на голову ну все оформил все вычислил поменял электрополиты усопшие привелся в порядок слегка покрал лаком просто освежил как говорится немножко блестеть стало можно приятно вот но к сожалению вот эти части привести в порядок мне не удалось я не специалист в этом деле также при включении все-таки у нас похрипывает регулятор громкости у них это болезнь к сожалению ну что то надо будет потом предпринять с ним может быть пропаял здесь обратно все на место это у нас входа то есть как бы микшер микшировать можно грубо говоря проигрыватель какое-то устройство еще какое-то устройство это внешний вход то есть аукс по-современному если выраживаться но почистив помог все приведя в порядок он получился как новый у нас чистый она поменял розетку оставил такой же штатную имеют всюду советскую вот здесь у нас шнур и помыл также немножко лаком почистил покрыл корпус динамо тоже тут почистил разобрал вычистил все более-менее освежил стал более приятный вид ну и здесь вот есть специальная ниши куда можно спрятать провода сетевые шнуры сетевой шнур который идет на акустическую систему после чего вот эта крышечка закрывается фиксируется таким образом осталось тут заклеить шелдик моно который обозначает пригласить макса и прокрутить диск ну все немножко привел порядок сейчас макс даст звук и мы посмотрим что он все-таки представляет себе сейчас демонстрация получилось так что неправильно открыл будем говорить акустическую систему а здесь у нас закрывается и повредил его то есть грохол все работает хорошо штатно регулятор относительно нормально работает не очень-то шуршит но у нас вот такое только звучание то есть игла у нас у грохана у грохана я и у гроху все привел в порядок вычислил вымыл поменял все электролиты василище хорошо работает но на этом проект как сейчас модно говорить я закрою так сказать не буду крантать и на за хвост завершение пока так но найду нормальный углу если она мне его уже потом прослушаем диски прокрутим видел зенгар куш хотел послушать но у нас не вышло вот такая заключительная часть у нас на веселой ноте друзья всем удачи и до следующих видео в следующих видео Продолжение следует...